Слово веры, любви и надежды Для этих особенных детей большая сцена и явления каждый раз волнующие, тем более, когда выступают с живым оркестром. Фестиваль «Музыка без границ» для ребят с ограниченными возможностями здоровья уже шестой год проводит Краевой реабилитационный центр «Журавлики», и каждый раз это целый праздник. Да, это были очень незабываемые эмоции, это было настолько потрясающе, прям дух захватывало, эмоции, которые есть, не передать словами. Подготовка к фестивалю начинается примерно за полгода. Сначала пациенты краевых учреждений, это дети с диагнозами ДЦП, слепота, аутизм, задержка развития, выбирают песни. Затем начинаются репетиции. По словам дирижера и художественного руководителя оркестра Игоря Шимина, сложностей не возникает. Наоборот, работать проще. Нередко из-за ограничений здоровья у таких детей развиваются другие каналы восприятия. Например, обостряется слух. Это детки, которые, может быть, чуть больше, чуть тоньше воспринимают музыку, чем обычные ребятишки, которые живут такой полноценной жизнью. Потому что для них музыка, для таких особенных детей, это как такая, не знаю, какая-то связь, наверное, просто с обычными людьми. Они некоторые подсказывают даже дирижеру мелодию, та-та-та, и темп. Дирижер наш, любимый, прислушивается и оркестру говорит, что и как. Зрители не только слушали песни. Песочный мультипликатор в реальном времени делал зарисовки, которые отражали смысл произведений. В этом году принимают участие 36 детей. Непосредственно 21 ребенок, они выступают на сцене. И малышки, это ребята детских садов, они принимают участие в заочном таком формате, в видеовыступлении мы сегодня увидим их на большом экране. Подобные концерты, по словам Ольги Кардаш, способствуют развитию музыкальных и творческих способностей у детей, а также помогают поверить в себя и в свою мечту, которая у многих связана со сценой. Даню Кузнецов, День с толком. День с толком.